Первый год реализации нацпроекта «Культура», реконструкция сельских ДК, воплощение в жизнь принципов государственной национальной политики. Эти и многие другие аспекты деятельности Министерства культуры Республики стали предметом обсуждения на расширенном заседании коллегии ведомства. Её ключевым эпизодом стало премьерное выступление двух детских коллективов – Всемарийского хора и Оркестра народных инструментов. Все подробности в нашем сюжете. Культура в наши дни проникает в каждый аспект человеческой жизнедеятельности. Именно поэтому глава государства обозначил развитие культуры как национальную цель и стратегическую задачу развития страны. 2019 год стал первым годом реализации этого масштабного и беспрецедентного национального проекта. Есть о чём говорить про итоги 2019 года. Всё выполнено, большая работа была проведена совместно с правительством Республики Мариел. Большое внимание главы Республики к культуре. Мы видим это и автотранспорт предоставляемый, и финансовая поддержка очень большая. И, конечно, планы 2020 года, которые более, наверное, грандиозные, потому что 2020 год – это год памяти и славы, это год столетий Республики Мариел. Ещё больше предстоит сделать и праздничных мероприятий, мероприятий, связанных с реставрационными работами, реализацией национальных проектов. Поэтому отрасль готова, и 2019 год показал, что наладка механизмов, которая была сделана в первый год реализации национального проекта, прошла успешно, и мы готовы продолжать дальше. Государственные субсидии на реализацию национального проекта поступали в полном объёме. Как яркий пример – реставрационные работы, которые проводились и ведутся в Национальном театре драмы имени Шкитана, Республиканской библиотеке имени Чивайна и Замке Шереметьево. Говоря о развитии культуры, нельзя не думать о будущем. Именно поэтому уже сейчас работа с молодёжью является одним из приоритетов для Министерства культуры Республики. Ещё одно несомненное достижение – деятельность республиканских театров. Впервые спектакль «Ют-у-роу» «Ночной караул» Республиканского театра «Кукол» выдвинут на соискание национальной театральной премии «Золотая маска» сразу в трёх номинациях. Лучший спектакль в театре «Кукол», лучшая работа режиссёра и лучшая работа художника. Тем более отрадно, что теперь готовить актёров будут и в нашей республике. Мы в этом году открыли специальность актёр музыкального театра. Новая для нас совершенно история, но она нужная. Нужная почему? Потому что театр активно работает, театр создаёт новые программы, театр создаёт новые спектакли. Театр растёт, если хотите, да, так скажем, и репертуарно, и объёмно. И мы эту специальность открыли в колледже культуры. И сегодня студенты, которые там учатся, это один из лучших курсов по признанию и педагогов в колледже, и руководства колледжа. Потому что ребята тут же все втянуты в театральный процесс. 2019 год стал юбилейным для художественно-исторического музея имени Григорьева в Казмодемьянске. Малая третяковка на Волге – одна из визитных карточек республики, а её фонды хранят по-настоящему бесценные экспонаты. Свои поздравления с юбилеем коллективу музея направил и президент России Владимир Путин. Этот замечательный музей является одной из подлинных жемчужин богатейшего исторического, культурного и духовного наследия республики Мариел. В его впечатляющем собрании полотна известных русских мастеров, памятники декоративно-прикладного искусства, ценные архивные документы. И, конечно, особенное место занимает уникальная этнографическая коллекция, посвященная самобытным традициям и обычаям народов, которые испокон веков живут на этой земле. Отрадно, что сегодня музей динамично развивается, привлекает гостей, содержательные экспозиции, востребованные творческими инициативами, служит важной образовательно-просветительской площадкой для детей и молодежи, пробуждает у них интерес к истории родного края и своей страны. Еще раз поздравляю вас со знаменательной датой. Желаю успехов. Владимир Путин. Еще одним знаковым моментом прошедшего года стало подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством культуры Мариел и Государственным русским музеем. Теперь русский музей будет на регулярной основе предоставлять Национальной художественной галереи полотна из своих фондов. Чтобы увидеть шедевры живописи, жителям республики не обязательно будет посещать Северную Пальмиру. Нельзя забывать и о концепции развития государственной национальной политики. 2019 год был объявлен Организацией Объединенных Наций годом языков коренных народов. В республике прошло большое количество самых разнообразных мероприятий. Среди них выделяется фестиваль национальной драматургии. Международные семинары и конференции не только позволили разносторонне обсудить самые насущные проблемы, но и дали творческий результат. Речь идет о словаре сравнений современного марийского языка. Аналогов ему в национальных регионах страны пока нет. Ну и, конечно, особняком стоят международный проект Шарунжа Столица Кфена Угорского мира, а также подготовка к 100-летнему юбилею республики. Работа по подготовке началась еще в 2017 году, и результаты уже есть. Среди них масштабный выставочный проект «Поликультурная карта Мариел» и ряд других не менее важных моментов. Главные предприятия, которые были проведены в рамках реализации государственной программы «Государственная национальная политика», я полагаю, что сыграли свою роль, и международные отношения у нас являются, в общем-то, достаточно стабильными, позитивными и дружелюбными. Еще одним невероятно ярким моментом и знаковым культурным событием стали красочные церемонии открытия и закрытия третьей Всероссийской спартакиады людей с ограниченными возможностями здоровья. Масштабное шоу с участием ведущих артистов культурных учреждений «Мариел» никого не оставило равнодушным. И в проявлении эмоций гости республики не стеснялись. Организовать такое крупное, многоплановое, многослойное действие, которое мы сейчас с вами видели, это очень трудное дело. Это очень трудное. Оно состоит из миллиона мелких вещей, которые можно не досмотреть, и все начнет, так сказать, коситься, так сказать, или валиться. Так вот, я должен сказать, что после пара Олимпиады 2014 года в Сочи ничего похожего я не встречал. Потому что это плод, я понимаю, что это плод огромных усилий, огромных репетиций, огромных включений и духовных, и организационных, и материальных. И ребята не скучали, ребята слушали, сотрудничали, содействовали в этом действии. И это все очень здорово. Это то, к чему, собственно, надо стремиться. Нужно же не для галочки работать. Вот эта работа не для галочки. Овенчал череду культурных событий прошлого года первый республиканский форум «Новое в культуре». Более десяти сессионных площадок объединили тысячи участников. Особенностью форума стали принципиально новые подходы к решению наболевших проблем. Активное сотрудничество молодежи с опытными кадрами и работа в форме открытого диалога. Сфера культуры не может оставаться в стороне от происходящих в современных процессах. Если музеи, театры, библиотеки не будут настойчиво брать на вооружение современные технологии, проникать в интернет-пространство, в социальные сети, то создастся вакуум. Обязательно будет этот вакуум заполнен чем-то далеким от традиционной истинной культуры. Этого допускать нельзя. Форум «Новое в культуре» — это хорошая возможность обсуждения как озвученной мною проблемы, так и многих других вопросов и тенденций работы учреждений культуры Республики Марио. Поставленных перед культурной отраслью задач было много. Все они создали хороший задел для плодотворной деятельности и в этом году. По итогам 2019 года лучшие работники отрасли получили заслуженные награды и благодарности. А изюминкой всего действа стало первое совместное выступление двух детских коллективов — Семарийского хора и Оркестра народных инструментов. ПЕСНЯ Впереди у Республики две знаковых даты — 75-летие Великой Победы и 100-летие Марийской государственности. Творческий союз культурных работников Республики должен не только порадовать земляков своим мастерством, но и, как всегда, оказаться на высоте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова